МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данной об установке в городе от МВД Северной Осетии. Бангуты разбились на три группы. Одна оставалась в школе, другая отошла на люк без плана. Еще одна пыталась смешаться с заложниками. Наконец, сейчас выходит наш корреспондент Антон Степаненко. Антон, мы ждем последних новостей от вас. В связи с того, что действительно территорию школы некоторые годы назад возник пожар. Сейчас, по нашим данным, удалось практически потушить. Действительно, сотрудники прокуратуры прибыли к школе, где несколько дней бандиты удерживали заложников. Они намерены предпринять необходимые следственные действия, чтобы собрать улики и осмотреть место преступления. Тем не менее, им пока это делать весьма сложно, поскольку, по данным инженерной разведки, в нередходят саперы, военные орлейские саперы. Они заявляют, что здание школы, территория школы, сильно заминирован. В настоящее время идет процесс разминирования. Как нам сообщили несколько взрывов, которые, как предполагали, являются результатом города. На самом деле, это были взрывы пластиды, которые боевики принесли с собой и использовали для минирования школы. И эти заряды поменялись в результате пожара. Что касается информации о том, что бандиты разделили на несколько групп. Действительно, эта информация находится в предыдущении, поскольку одновременно в нескольких консалах города вспыхивали перестрелки. В частности, одну группу, как предполагают, бандиты оставили на территории школы, чтобы они прикрывали отход главной группы бандитов. После этого они разделились. Одна стала пробиваться на юг, в сторону води Капказа. Сейчас на южной окраине слышны перестрелки. Вторая группа, по нашей информации, пробивается в северном направлении. И по нашим данным, украли сотрудников срочно-вторых городов, и в спецслужб, в прочесанной городе, в поиске возможно скрышекся бандитов, участвуют и местные жители, и своеобразное ополчение. Эти люди настроены, после этого они сделали бандит, они настроены крайне решительно. Информация о том, что бандиты могут попытаться скрыться в толпе, весьма проблематично, поскольку здесь практически все друг друга знают в лицо, и на наших глазах правоохранительные органы даже вынуждены были открывать огонь в воздух, с тем, чтобы отбить подозрительных людей, которых задержали ополченцы. По-прежнему в больнице города продолжают доставлять тех, кто находился в здании школы в качестве заложников. Врачи по-разному оценивают состояние их здоровья. Есть раненые, есть и раненые, средние тяжести, тяжелораненые. Но главным образом, кроме того, кроме этих ранений, всем этим людям необходима срочно психологическая помощь, поскольку я напомню, среди заложников главным образом были дети, начиная от дошкольников и заканчивая ученикам из старших классов. Что касается ранений, то, как нам говорили врачи, главным образом это пылевые ранения, и по их характеру медики делают вывод, что люди были ранены именно в тот момент, когда они пытались покинуть территорию школы, поскольку входные отверстия расположены сзади, в основном в спине. Ольга, пока вы... Ихтилина, это вся информация. Спасибо. Антон Степаненко, Первый канал, Беслан. У нас есть сейчас только что, буквально в режиме прямого эфира, мы получили видеокадры того, как поймали одного из террористов, который не уничтожил людей, но эти кадры не нуждаются. Как и сказал наш корреспондент, правоохранительные органы открывают стрельбу в воздух, для того, чтобы не допустить самосудия, несмотря на то, что имуницы наколены до предела. Подробности того, как развивалась ситуация вокруг школы в Беслане. Первые взрывы прогремели в 13.15, когда бандиты разрешили сотрудникам МЧС вынести тела расстрелянных заложников, по некоторым данным, их от 10 до 20 человек. Тоже, по некоторым данным, среди террористов произошла разновка, и кто-то из них подорвал ранее установленные бомбы. После чего-то дня оперативный штаб доделся от бандитов в решение наделы стрелы заложников, как во всех деньх в этой школе, они до сих пор лежали на троице. Но как только машина МЧС подъехала к захваченному зданию, бандиты и постройки раздались на несколько мощных взрывов. Сразу все-таки спортивные заложники, которые подъезжали в большинстве отхвативных женщин и мальчиков, стали выдвигать заложники. В этой ситуации, все-таки были вважены в ответ по обстоятельствам, прикрывая акцию прибавших, подавляя огромные точки бандитов, пытавшись устрелять по отбегающим собеседникам. Представители оперативного штаба особенно подчеркивали, что возле лужи шторма школы была сбежнута практически сразу, так как этот вариант развлечения с обычным был крайне опасен даже для волос. Дети взрослые, выбегавшие из школы, были практически раздеты, прикрывая их с собой, стоснувшие аминционеры, доводили до окончательных группах на улице. В начале больничных скорых и частных машинах выглазили туда муниципалитет. Давай, 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 давай! Сейчас переписываются на мемецко-стопниками переносились из района школы на улице Беслана. В захваченных первых оснастях для наложников было на несколько десятков машин. Теперь бандиты могут попробовать воспользоваться в бюджетах, стоящие на месте происшествия и при отдохе за гражданского бюджета смешаться в такт и освобождение наложников. Дзона обстрела во время фары потала на шуткилочная группа. То, что произошло сегодня ночью, в 2 часа ночью, когда ранили сотрудника милиции, это слышно, говорят, что лежат практически рядом с нами, в 2 часа ночью. В 3.15 чая доложников в Сочи находилась в доме школы, в колесе были неизвестны, провожала срекласса. В больнице в Беслан уже находились около 200 душ доложников, срочно отправлено иммунением. В Беслан превосходили берегов на злородную красную креста и на сквозь от двух кавказов и разложили в больнице города хирургические контракты для оказания экстрементной помощи. Развернуты мастерства мобильных госпиталей. Резервы готовили на московском госпитале и на бюрденка. К половине четвертого агентства мобильных госпиталей сообщают о том, что их в больнице выведены еще одна аграфа заложников. Между тем, чех больных в этот скрылась в подвале школы и продолжает перестрелку. Еще один взрыв. В школе начинается пожар. Однако, все эти пожарные получили на людей подъехать в дальнюю и в перестрелке. Еще пять минут и спасатели все-таки прерываются к школе. Медики, авиационеры, выговорников группами, не с вами. Перестрелка продолжается. Плана, Грюм, Казахстан. Еще некоторые детали, которые сообщают наши корреспонденты из Беслана. Спецназ произвел маломощный взрыв, чтобы проделать бурную стену и открыть путь заложникам. По крайней мере, один боец был ранен, ему оказывали помощь на глазах журналистов. Ранене получили оператор поискового телевидения. В две больницы Беслана доставлено около 200 раненых. Еще 110 привезли в больницу Лудикавказа. У пострадавших в основном огнестрельное ранение и ожоги. В районе школы в Беслане разворачиваются мобильные госпитали, армии и мистерство по повышенной ситуации. Готовы резервные места в госпиталях в Москве, в Беслане дают кровь для пострадавших. Многие же забежали в здание с вами в дымках. Бежали к машинам в горы помощи. Некоторые те самолеты втишли на руках на населках. Месяц медик не работали с поверчанами посторонней водой. Вернее, посторонних и соседней. Из-за дела в трубки не сооружали буквально на населках. Для вывезу раненых использовались как машины скорой помощи в частный частный автотранспорт. Для того, чтобы эти автомобили могли проехать в местной трагедии, десятки людей откасывали дорогие машины на руках. Рядом со школы развернутся мобильные армии и госпитали и мобильный госпиталь МЧС на 120 нефти и 4 операционные. Все стационары обеспечены медикаментами и запасной крови. Домеры стоят в очереди перед городской больницей, чтобы сдать кровь для пострадавших. Чак раненых отправлен в больницу Беслава. Самых тяжелых в городе Кавказ. Там также развернут и полностью готов к приемам бывших заложников, военный госпиталь и медико-санитарный бопольон. Готовы принять пострадавших из центральных военных госпиталет и больницах Макцов. В основном характер прав бывших заложников огнецрение ранения и ожоги. Но представительные здравы предполагают, что будут именно древние ранения. Состояние большинства средней тяжести. Кроме бывших заложников пострадали также несколько сотрудников МЧС. Те, которые прошли в школу с самыми первыми эвакуацией тел убитых параллельно людей. Спасатели, врачи, психологи и всех сейчас вне зависимости от специализации задача одна оказать помощь раненым. Олеся Кузин, первый канал. Возле школы специально налазили транспортный коридор, чтобы машины скорой могли забирать раненых и отвозить их в больницу. Подвести автомобили заанонированы. В спортзале где находились заложники инженерный батальян 58-й армии обезбреживают недочисленные номеры и растяжки, которые террористы начинили болтами и шурупами специально для высшей пораженности. Все малицы и Северная Сеть подняты тревоги, чтобы полностью заблокировать пути отступленным террористам из Беслана. В самом городе задержан ряд лиц, которых проверяют на причастность к захвату заложников. На южной окраине города спецназ северо-кавказского военного округа ведет бой с группой бандитов, которые укрылись в одном из домов. Об этом вы слышали, сообщают наши корреспонденты. По словам ученицев, бандиты вырвались из школы, приобевшись в спортивные костюмы, платья в заложнице и белые медицинские халаты. Последние новости из Беслана нашим зрителям сообщит корреспондент Первого канала Ольга Кирин. Ольга? Екатерина, да, вот сейчас все еще продолжается бой, мы слышим автоматную очередь работают подствольные гранитометы и по последним данным, которые мы получаем из оперативного штаба раненых около 200 человек. К сожалению, есть погибшие среди заложников, но эта цифра сейчас уточняется. У нас есть возможность напрямую по мобильному телефону связываться с представителем оперативного штаба, который вместе с группой Альфа вошел в здание школы. Это Николай Мольсников, он возглавляет благотворительный фонд Дети и молодежь против терроризма и экстремизма. Он говорит, что здание школы здание школы заминированы не только снаружи, но и внутри. На этажах работает Альфа, несмотря на то, что боевики, которые окопались, которые засели в подвале, все еще отстреливаются из гранатометов, группа Альфа работает. Но перед тем, как группа Альфа начинает свою работу, делает свою работу с операми, мы часто слышим взрывы нам, которые раздаются со стороны школы. Есть информация о том, что мы уже об этом говорили, одна из смертниц пыталась, пробиться в больницу, чтобы взорвать себя, чтобы были жертвы, среди ранних, среди врачей. Но поскольку там очень крепкие кордоны, она вернулась в оперативный штаб и там ее задержали. Серовитка сейчас обезбрежена и задержана. В городе сейчас повышена мера безопасности, пытаются выйти на след боевиков, которые переоделись в спортивные костюмы. Бдительность у населения повышена, они уже имели информацию о смертницах, которые переоделись в белую одежду и бандитах, которые находятся в спортивных костюмах где-то в городе. Екатерина. Спасибо. Ольга Керри сообщила всю последнюю информацию из Беслана. Первый канал продолжает следить за событиями в Беслане. Кадры, которые вы сейчас увидите, это самые драматичные моменты пятницы, третьего сентября. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы увидели, промелькнул один из бандитов, он был одет во все черное, лицо скрыто, чтобы никто не мог узнать, что это за человек. Бандиты прячут свои лица. ДТР, который подогнали специально для того, чтобы облегчить спецназу, и именно с этой стороны из Тимаса, для того чтобы начать выводить заложников. И новости из Беслана поступают уже 4 часа к ряду. Хронология событий напомнит Петр Фильм. Аполюбим представителям оперативного штаба удалось уговорить бандитов отдатым тела по разным данным от 10 до 20 погибших ранее заложников. Около часа дня на эвакуации тел погибших в здании заклаченной школы приблизились несколько сотрудников МЧС. Дальше случилось неприменимое. Школы предпримяли один за другим два мощных взрыва, обрушивших часть крови и стены. По одной из дверей террористы решили подорвать заменированное здание. Из школы стали выбегать заложники. Спецназ, блокировавший школу, вынужден был начать действовать по обстановке, прикрывая ответным огнем с пактающейся объездом людей. Одновременно подразделения спецназа начали входить в здание Бесландской школы номер один. Объезд на проведение не запланированных под подчеркивающих в оперативном стаде операции были в лесбеевые вертолеты МИ-8. Примерно в течение часа продолжалась эвакуация заложников, школьников и их родителей, дающих трое суток кремену терроризма. На многих одетались нижнее белье в спортзале, где все это время удерживались люди, было неразумно жарко и душно. Часть бандитов, сменивших камуфляжно-спортивные костюмы, попыталась смешаться с толпой. По свидетельству мальчевиков, две террористские смертности, переодевшиеся напоминающие белые халаты медработные одежды, сумели ускользнуть. Еще несколько из сообществ решили на взятие с новостями было прямо в здании школы. Тем не менее, когда в Лею-Восток в 3 часам по настройскому времени все заложники были выведены в безопасные места. В боях из Беслана и Луч-Кавказа, а также в мобильном госпитале МЧС на этот час были 300 пострадавших, в основном это дети. Дети погибших, сколько, сейчас уточняются. Согласно последним сообщениям из Беслана, в школе, которую еще час назад уже начали разминировать, вспыхнул пожар. Часть бандитов засела в осторожном неподалеку Желонгон. Группа террористов обнаружена и блокирована в южных кварталах. В разных частях города временами слышатся действовал и взрывы. Власти призвали местное население выявлять всех нехотомых именистов. Мехники подозреваемых причастности к банде, выхвативших заложников, уже задержаны. Сообщается о ликвидации пяти террористов. Самилица Северной Осетии следят по тревоге, что не полностью заблокируют все возможные пути отхода бандитов из Беслана. Петр Фильм, Мирич Угарев, Мария Шубина и Виктория Голонцова. Первый канал. Вновь на связь в нашей студии выходит корреспондент Первого канала Антон Степаненко. Антон? В первую самую последнюю информацию, правда, она пока неофициальная. Нам с тобой известно, что называют минимальное количество бандитов, которые проводятся в уничтоженном в результате спецоперации. Это цифра восемь. Минимум восемь бандитов на данный момент уничтожено. Более точно сказать сложно, поскольку саперные работают на территории школы продолжаются. Продолжаются также и прочесывания школьного комплекса, поскольку никто не может исключить и дать гарантию того, что в школе не прячутся бандиты. Кроме того, продолжается прочесывание территории города, поскольку известно несколько групп бандитов пытаются выйти за пределы Беслана либо скрыться в жилом секторе. По неофициальной информации есть раненые в этих группах и несколько бандитов, несколько человек, которые подозревают причастности к этому преступлению задержаны. И к переводу. Спасибо, Антон Степаненко, и самая послуженная информация из Беслана и сейчас в эфире Первого канала. Кадры, которые мы получили в течение этого эфира, это картинка, на которой видно, как жители пытаются обвить правоохранительных органов человека, которые задержаны подозреваемые причастности к совершению этого теракта. И жители пытаются подъебать этого человека, а правоохранительные органы стреляют в воздух, чтобы обвить людей все подъебаемые теракты. Если вы где-то понять, можно, у нас были на поле до предела в течение этих двух дней. У многих из этих людей оставались в заложниках дети, жены, отцы. И еще Европейский суд резко оценивил все действия террористов в Беслане. Председатель происшествующих сетей министров и министр иностранных дел Нидерландов Бернар Бот выразил в пятницу соболезнования родственникам жертв событий в Беслане правительству России и всему российскому народу. И подчеркнул, что ЕС безоговорочно осуждает любые формы терроризма. На есть большие беспокойства следить за развитием событий вокруг захвата заложников, сказал Борт на встрече министров иностранных дел стран ЕС в голландском городе Вахленбург. Совет Дума на очередном заседании и в пятницу принял решение досрочно отозвать депутатов, которые представляют Северокавказские республики. Об этом сообщила журналист Оксана Дмитриева. Депутаты, в том числе из Ингушетии, Чечни и Северной Осетии должны принять участие в подготовке первого заседания осенней сессии Думы, которая пойдет 22 сентября и будет посвящена вопросам обеспечения безопасности. Еще новости из Беслана. Спасатели готовятся к разбору завалов в сгоревшем спортзале школы. Об этом сообщает РИА Новости. По словам находящихся на месте сотрудников милиции спасателей, среди заложников были жертвы, однако нет признаков того, что сейчас из школ выносят тела. Ну и сегодня за развитием событий в Беслане всю самую последнюю информацию вы будете получать незамедлительно. До свидания.